Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня» и с нами сегодня наш коллега из Москвы Александр Фроукет, который расскажет нам о новостях AX Group. Мы давно его уже не слышали, ждем с огромным интересом. Александр, приветствуем вас! Добрый день, добрый день! Слушайте, да, действительно, приятно быть у вас снова в эфире. Много было изменений, тотально много работы именно внутри команды. Но, наверное, коротко, да, тезисно хочется поделиться, что произошло. Мы разворачиваем масштаб нашей команды. У нас новые именитые маркетологи в команде. Пока я о них не буду говорить, но они скоро о себе скажут, и вы увидите нас на просторах интернета. У нас много нанято штата по IT, потому что мы расширяемся, готовим приложения, готовим много обновлений, штат дизайнеров, в общем, много-много-много всего, и в экспертной группе в том числе. Что касается, наверное, продукта, хочется поделиться, что вот скоро мы уже выложим внутри личного кабинета. Мы работаем по разным фронтам. Я говорил, до этого были и венчур, и недвижимость. Мы планово работаем по этим направлениям и по плану в ноябре выпустить продукты там. Но буквально в следующей неделе выпустим новый продукт по вкладам. Очень твердый, достаточно хороший у нас партнер появился. Это европейский экспресс-лизинг, это ребята, кто занимается как раз-таки и инвестированием, и выдачей займов под залог автомобилей и прочее-прочее. Они предлагают очень хорошие условия по инвестированию в них. Это 20 или 23 процента годовых. Гарантийно, по договору, по всем обязательствам и прочее-прочее, это даже не обсуждается. Вот поэтому очень скоро увидите продукт внутри нашего личного кабинета, интегрированными мы с ними. Конечно же, мы развиваемся в трейдерской истории. Спасибо Евгению, который очень плодотворно, хорошо, успешно работает и с ним приятно работать. Скоро еще его обрадуем большими капиталами и все остальное. Сейчас ведутся переговоры в том числе. И, конечно же, один-два трейдера очень скоро у нас появятся на платформе. Много времени потребовалось проверить их, оттестировать, посмотреть. Куча действительно людей, если можно так говорить, много действительно людей просто отсеиваются на этапе отборов каких-то данных. И, в общем, по всей нашей истории, что мы делаем. Вот. Много работы. Ой, слушайте, у меня каждый день многое, что происходит. Про команду, про построение я, наверное, отдельно могу рассказать, какие есть такты руководителя, такты команды и все остальное. Поэтому сумбурно буду рассказывать про все, что у нас есть. Интегрируется обменник внутри личного кабинета. Вот с австрийскими нашими партнерами мы общались. Очень хороший обменник, мгновенные обмены валюты и криптовалюты, и фиатные деньги, и много всего. Это будет делаться у нас в личном кабинете, никуда уходить не нужно. Все надежно, под управлениями банков. Это все история только законная, никаких каких-то других схем мы не рассматриваем. Вот. Ну и самое с точки зрения упаковки интересное, это готовится тотально большое обновление сайта. Это полностью платформенная, кроссплатформенная история будет. То есть задача была на сайт, который сейчас есть, запустить его в том, чтобы он был, чтобы люди начали нам доверять, видеть, кто мы, что мы и все остальное, грубо говоря, вкратце о себе рассказать. Но сейчас готовится полностью обновление новейшее с интеграцией и онлайн-чатами, и общением с экспертами, и статьями, блогами, партнерскими историями и много-много всего. Мы будем большой-большой платформой уже, и где показаны все наши твердые партнеры, все документы, все ссылочки, особенно все юридические ссылки, насколько мы законной деятельностью занимаемся и прочее-прочее, потому что любят люди поговорить, люди, видимо, наслаждаются определенными отзывами о нас, но, тем не менее, мы все документы разместим у нас на сайте, и вопросов никаких абсолютно не будет. Ну, наверное, если супер вкратце, то это вот так выглядит. Конечно же, много всего мы проделываем, и с точки зрения технической составляющей контроля над экспертами и каких-то дизайн внутри, и СММ-истории и прочее-прочее. Вот активно развивается и партнерская программа. У нас буквально вчера выехал первый автомобиль с нашими логотипами, это в городе Красноярске. Вот, и очень много автомобилей скоро будет с нашими логотипами ездить. Вот, вот такие вещи мы делаем. Наверное, вкратце вот так, если. Очень-очень-очень коротко резюмирую. Я понял. Спасибо большое, Александр. Вы сказали о том, что... Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате. Кстати, Александр, вы сказали, что будут новые трейдеры. На каких рынках эти трейдеры будут работать? На валютном или еще другие какие-то охваты? Пока валютные и криптовалютные еще трейдеры у нас получаются, можно так сказать, да. Ну, криптовалюту мы постольку-поскольку все-таки рассматриваем, потому что мы не делаем большой акцент туда, правда. Потому что диверсификация портфеля маленькая там, и для нас это не критично, если там не сильно будет закрыт вопрос экспертной оценки. Но, тем не менее, там твердо. Два-три трейдера, я думаю, что на следующей неделе уже будет точно там, и поэтому мы решили инвестировать туда. Я понял. Ну, то есть мы узнаем их имена, когда они уже появятся, так сказать... Да, абсолютно верно, конечно. Ссылки, имена, пароли, явки, как говорится, все узнаете, конечно же. Здравствуйте. Здорово. Спасибо. Александр, вы сказали такт руководителя, такт команды. Это что такое такт в данном случае? Слушайте, ну это очень хорошее понятие, и я его сформировал. Точнее, мне помог коллега мой, который... Я знаю коллегу, который делал вот русский Google... Как это называется? Окей Google, приложение Окей Google по IT-разработке. И мы разговаривали с ним именно по тому, как правильно делать систематизацию команды, в каком ритме руководителю планировать, работать, делать все вещи. И он сказал очень крутую вещь, он назвал это тактом. Взял этот такт от миллиардера, американского миллиардера. У него он ментор именно по его проекту. Говорит, история такая, что много жителей, людей вообще, в принципе, живут в своем определенном такте. В России, как правило, такт либо месячный, либо годовой. Что это такое? Годовой – это либо от отпуска до отпуска мы живем. Либо, если условно мы менеджеры по продажам в обычном городе-миллионнике, то у нас так, как правило, месяц. Мы тоже от зарплаты до зарплаты живем. Что я подразумеваю по тактам? Вот прошел месяц, мы получили какую-то заработную плату. Ну, менеджер продажа получил заработную плату. И он понимает, оп, он получил еще премию. Значит, он хорошо отработал. Значит, количество звонков достаточно было. Значит, конверсия хорошая была. Ну, и много-много показателей. Он говорит, все, супер, я работаю в следующий месяц так же. Мне здорово нравится. Либо я даже усилюсь. То есть начинает принимать некие изменения. Ну, либо соглашаться с нынешней ситуацией. Если он не получает премию, он понимает, блин, что-то я не доработал. В следующем месяце я должен усилиться в звонках, либо в конверсии, либо еще что. Ну, на примитивном сленге. Соответственно, у него период изменения именно, он месячный происходит. То есть он в рамках месяца изменяется. В рамках полумесяца, как правило, существенных изменений не происходит. Он не корректирует себя. Я не говорю про единицы, я говорю про 80% рынка. Соответственно, и много-много людей именно живут в месячном. Как правило, в IT-команды, они живут в недельном такте. То есть скрам, спринты, вот они либо недельные, либо недельные есть. Если мы про скрам, про agile, кто-то знает про систему управления. Они примерно так живут, принтами, конкретными задачами неделями, двух неделями. И если вдруг неделя прошла, и что-то не произойдет, ну, то есть не выполнена задача, IT там, не знаю, еще какая-то, соответственно, мы понимаем, что нужно докрутить, что нужно изменить. Так вот, мы разговаривали в диалоге. Многие миллионеры, миллиардеры, именно долларовые, они живут так там, часовым, дневным. И прозвучало от моего коллеги такое понятие, что он развернул проект за два часа. То есть что значит, он решил все ключевые вопросы, кто будет хедлайнером проекта, кто будет инвестором, куда мы направим, через какие фонды, что тут. То есть он все вопросы бизнес-процесса раскрутил за два часа. То есть процесс изменений у него ни месячный, ни какой-то недельный, он реально за два часа раскрывает все моменты. И вот сейчас я, например, выхожу на такой так, что в течение одного максимума двух дней решается любая задача, которая должна, ну, появляется, она должна решаться. То есть вот эта скорость изменения, она вот закладывается именно с руководителя конкретно. И, соответственно, это очень сильно отражается и на рынке. Если сегодня у меня вводные данные какие-то поступают, условно, что там в брокерской истории изменилось законодательство, либо еще что-то, мы должны быть гибкими и сегодня принимать решение, чтобы завтра уже быть в контексте рынка. И самая главная моя задача, мало того, что я должен быть максимально гибок, быстр, так команды должны близко соответствовать мне. То есть он сейчас недельный, но мы уже выходим на несколько дней, несколько быстрее, пятидневочку, четырехдневочку иногда выполняем. Я хочу, конечно, команду привести, чтобы мы минимум двухдневный такт выполняли. Это значит, что я обычно говорю, конкуренты, давайте, до свидания, вот так я это обычно обозначаю в рамках такта. Ну, это мое понимание, это то, как я вижу, еще раз говорю, это не значит, что методология где-то это написана. Может быть, кто-то так про это пишет. Но вот мы общались, мы так для себя сформировали, как это выглядит, ну, вот я так называю такой такт. Я понял вас, ясненько, спасибо. Спасибо. Ну, понятно, что руководитель задает ритм, и если контроль, проверка, исполнение идет каждый час, это одно, а если раз в полгода, это другое. Вот, поэтому вот в данном случае понятно, это целеполаграние и контроль, проверка, исполнение. Это понятно, что вот вы для себя заложили такие короткие прямо. Обычно так у нас-то в жизни еженедельно все-таки. В понедельник поставил задачу, в пятницу проконтролировал, а у вас получается ежедневное, причем по несколько раз в день вы контролируете команду. Это такие серьезные условия. Это, слушайте, это просто капитализм получается, Александр. Ну, здесь, знаете, как здесь важно еще рассматривать не только с точки зрения контроля, да, то есть не то, что мониторить, звонить, запрашивать статистику и все остальное, а важно еще и проверку гипотез сделать, да. То есть, когда мы контролируем, у нас гипотеза уже понятная, условно, мы контролируем звонки, сколько звонит. А если у нас новые гипотезы, к примеру, будем ли мы работать вот на этом рынке, будем ли мы работать по модели трастовых счетов, каких-нибудь кооперативных счетов, там, искроу-счетов, либо еще что-то, нужно проверять эту гипотезу вот как раз-таки не недельно, а вот максимально быстро. Это позволяет быть, ну, просто быстрее на рынке быть, и все. Вот, поэтому, ну, капитализм, ну, как сказать, я это называю наслаждение, не капитализм, потому что если мы делаем крутой продукт, если мы хотим быть лидерами, но почему бы не веселиться и не делать это быстро? Ну, мне это так нравится. Нет, конечно, конечно, скорость принятия решения, мне еще нравится в вашей команде очень короткая цепь команд, то есть к вам вы достаточно демократичный человек, к вам достаточно легко выйти и быстро принять решение. Да, да, нет, нет. И вот эта скорость принятия решения, это в России, конечно, мне кажется, вообще это ключевое. У нас такое сложное бюрократическое государство, которое отражается и в бизнесе, такая византийская система. Надо зайти к помощнику помощника, помощник помощника проведет тебя к помощнику, помощник заведет тебя к визирю, визирь к любимой жене и так далее, так сказать. Да, абсолютно верно. Пока ты пройдешь команд, это замучаешься, полгода пройдет, а у вас, конечно, быстро все это оперативно. Ну, то есть вы строите такую современную Art of the Science, так скажем, компанию, и это мечта такая или случайно так получается? Слушайте, ну, это и то, и другое, понимаете. Вот мне маркетолог, он входит, просто наш маркетолог, который с нами сейчас работает, он входит в топ-3 в России, именно по всей аналитике, по маркетингу, то есть все, что можно делать в России, делают, наверное, лет, ой, господи, человека 3-4, вот он один из тех, кто это умеет. Остальные просто об этом не знают. И он говорит, естественно, мы общались над тем, кто выигрывает, быстрый либо умный, естественно, в рынке, в конкурентах всегда выигрывает быстрый. Но, говорит, как так получается сочетать умного и быстрого, если мы это сейчас делаем, если это удастся на протяжении нескольких лет, это получится. Как получается, честно, я не успеваю анализировать в том-то и дело по какой-то методологии, как мы двигаемся. Ну, естественно, систематически я это как управленец это понимаю, но я по-другому, я вот проводил одну планерку, одну из понедельничных планерок с SMM-отделом, с обычным SMM-отделом, который запускает какие-то маленькие рекламки, который делает маленькие посты, и объяснил на примере одной задачи, что рынок настолько конкурентный, мы видим, как реагируют на наши эфиры, мы видим, как реагируют на отзывы, на новых игроков рынка и прочее, прочее. Мы не можем просто терять ни дня. Почему? Потому что очень много игроков, если кто-то начинает копировать определенные модели, ассоциативный ряд просто размывается, и мы можем быть не настолько конкурентоспособны. И задача даже по постингу, по запуску рекламы, она может привести к провалу, потому что если мы сегодня не выполняем недельный план по запуску рекламы, мы в следующей неделе не получаем прибыли. Если не получаем прибыли, то бог с ними деньгами. Мы не получаем клиентов, если клиенты не могут нас продвигать. А самое важное, если мы закладывали освоить какой-то бюджет, маркетинг, мы же через месяц хотим на другом уровне быть. Мы там пока уже не будем, если мы сегодня этого не сделали. И вот это такая майндкарта дорожная, что ее невозможно выполнить, если мы четко не исследуем чекпоинтом, к которым идем. Поэтому, наверное, с весельем быстро и делаем крутую компанию. Вот так мы идем. Александр, законность бизнеса. Эта тема в диалогах с людьми пошла на спад? Потому что вначале было много вопросов законно, незаконно. Или пока еще актуальность сохраняется? Нет, абсолютно вопрос у многих людей закрывается, потому что, понятно, модель. Ну, то есть я общался, опять же, вот была встреча, европейский экспресс-лизинг компания со своими оборотами, со своими штатами. Очень твердые, хорошие ребята. Они говорят, слушайте, ну вы сделали модель, а какие могут быть к вам вопросы? Ну, вы же как бы, ну, здесь даже какую-то мошенническую историю. Я говорю здесь, что вы можете сделать? Вот такой вопрос мне задавал руководитель компании. Я говорю, ну вот у людей возникает вопрос. Ну и, конечно же, юридические вопросы всегда у людей возникают. Они пытаются быть экспертами, они якобы, особенно те, кто говорит на нас что-то, они думают, что они эксперты и поймут бумаги, которые мы им дадим. Но вот очень скоро я почему занимаюсь обновлением полностью сайта, мы там полностью выдадим нашу документацию, она будет в открытом доступе, и, господи, можно изучать, смотреть, звонить в налоговую, не знаю, проверять, что мы делаем, что мы не делаем. Это же открытые данные, тут никуда не выбежишь, ничего в этом страшного нет. Сейчас невозможно ничего скрыть, сейчас на странице налог.ру любой человек может взять базовые документы о любой компании и все узнать в одну секунду. Это действительно так. Ну, а вот меня, знаете, больше всего, в принципе, интересует. Вот вообще MLM, такой сетевой маркетинг, сетевое преувеличение в целом, если брать не вашу компанию, а вообще в целом. Это есть законная база для этой деятельности? Конечно, законная есть, конечно, законная. Важен юридический аспект, по какой причине выдаются вознаграждения партнерам, потому что есть много прецедентов судов. Вейдер, Балаев, естественно, потому что уже такие гиганты американские, которые 70 лет один из них существует. Вот, соответственно, у них были суды, мы читали эти судебные решения. Там подозрения на пирамиды и все остальное, они как раз таки обосновываются, когда просто, проще говоря, когда переток денег идет, да, какой-то определенный. Когда вот якобы вот занес, на, держи за это определенный день. А у них, особенно в товарном бизнесе, это очень просто делается. Там же закупка товара идет, закупка товара, реализация товара. Это как субдилерство определенное и прочее. Вот это расписывается у них в товарной матрице таким образом. У нас это как осуществление услуг и все остальное. Вы же получаете сегодня по любой карте банковской кэшбэк. Он же законен. Здесь тот же самый алгоритм. Дилер, автодилер, который сегодня в Москве продает Mercedes, он закупает по одной цене, продает по другой. Он тот же участник, как в MLM-системе. Я просто... Ну, то есть это очень все просто раскладывается. Это законно. Отвечая на вопрос, законно. Если это правильный, под правильным статьям выплачиваются эти вознаграждения. То есть подвести вас под финансовую пирамиду на основании российских законов, не берем Amway и Herbalife, это все-таки американские законы, а вот по российским законам подвести Айвс Групп под финансовую пирамиду невозможно. Нет, невозможно. Я даже говорю, я заручился у юристов специальным документом. Они вот скоро его опубликуют, что мы не финансовая пирамида. Юридический документ, доказывающий, по каким признакам это оценивается, почему мы законны и почему мы не пирамида. Я понял вас ясненько. Ну а что касается в целом российской общественной психологии, кэшбэки и так далее. Слушайте, ну в России без отката ничего не работает. Ну да, абсолютно верно. Многие люди не задают вопросы, почему менеджер по продажам получает премию за продажу оборудования строительного. Это же то же самое, абсолютно. Это же тот же маркетинг MLM. То есть просто выстроено по другой, ну то есть несколько иначе и все. То есть такое разумное понимание success fee, участие в прибыли, ну это во всех видах деятельности есть. Просто у нас исторически, ну понятно, мы несем на себе наследие такого родового пятна, это в виде МММа своего времени в 1994 году, который и работал-то там несколько месяцев, так сказать, и вот такое пятно наложил на всех и прямо сколько раз в день вас сравнивают с МММом? Или уже сошла эта тема? О, это много, вы что, статьи скидывают разные, причем какие-то фейковые, какие-то отзывы. А, знаете, как говорят, ваши, пишут в отзывах, ваши сотрудники из группы звонили мне и вымогали вклады. Я говорю, ну не я говорю, а консультант пишет, а напишите номер, с которого звонили. У нас просто службы поддержки нет, телефонный. То есть мы не знаем, кто мог звонить. У нас официальных телефонов нет. То есть, ну глупость вообще. Конечно, сравнивают. Вопрос, что, говорю, это вопрос понимания рынка. Я почему рынок всегда полностью смотрю? Так и проект раскладывать просто надо. Откуда берется пирамида, да, вот можно говорить о какой-то мошеннической истории. Да если вы платили, условно, нам клиент платил 7 тысяч за доступ, а мы выплачивали вам, да, 10. Но вопрос, откуда это берется. А если мы выплачиваем понятные проценты, вознаграждение, то есть математическую же историю очень легко раскидать. Я понял вас, спасибо. Ну что, друзья, вы-то сейчас так неосторожно сказали, что у вас нет колл-центра. Сейчас у некоторых граждан появится и... Нет, он будет. Вопрос просто потребностей. Вопрос, зачем он? У меня сейчас партнеры продвигают проект. Зачем? Чтобы нагружать колл-центр, а я за него просто платил. И вопрос другой. Если вы напишите на почту, мы ответим. У нас же нет того неофициальности. Нет, нет, вы вас поняли. Я просто к тому, что некоторые граждане, которые нас, может быть, слушают, скажут, о, так надо создать колл-центр и без группы заработать на этом. А, вот оно что. Ну да, кстати, это риск. Это риск. Я не усмотрел. Так что да. Вот. Ну, меня, кстати, это абсолютно не удивляет. Вы действительно работаете через людей. Так же, как у Уоррена Баффета нет департамента по работе с инвесторами. А он говорит, мне не нужен. Я сам раз в году пишу имейл, и я нажимаю кнопочку, и всем, так сказать, членам фонда этот имейл приходит. То есть мне не надо. А посмотрите, какие мощные департаменты по работе с инвесторами в ряде компаний. Особенно Кургановых. Там же этажи сидят, по сути, есть такие варианты. Причем не только в российских. И наоборот, это больше в зарубежных, европейских, американских. А Баффета, я считаю, очень правильно сделал, и вы идете тем же путем. Оптимизация расходов. Если что-то работает и так, действительно, если вы продвигаетесь через партнеров, то и все, как бы, и вот она концепция. И все заинтересованы, все зарабатывают. Это самое главное. Поняли вас, Александр? Ну что, очень рады были услышать ваши хорошие новости. Желаем вам дальнейшего продвижения. Рады будем вас видеть и слышать через неделю. Всегда рад. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.